Всем привет! Просто не могу не отреагировать на то, что сейчас происходит в Украине, в мире и вокруг катастрофы нашего самолета международных авиалиний Украины. Знаете, вот Зеленский вернулся из Омана, наконец-то, а в принципе-то толку никакого абсолютно нет. Володя, можно назад возвращаться в Оман? От тебя нет никакого толку. Посмотрите, премьер-министр Канады говорит, у нас есть данные, что самолет был сбит иранской ракетой. Премьер-министр Великобритании говорит то же самое. Трамп практически говорит то же самое. Наш президент молчит. Молчит Украина, Иран говорит, это не мы отказываться от всего. И молчит Российская Федерация, чей ракетой, скорее всего, был сбит наш самолет. Уже есть видео того, как был сбит самолет. Ну, все. Что делает украинский президент? Вот это вопрос вообще ничего не делает, понимаете? Он ничего не делает. До сих пор следствие ведет, последнее сообщение, это там сутки назад, что следствие ведет национальная полиция. Национальная полиция. Потому что следствие должно уже вести СБУ по теракту. Потому что это, скорее всего, теракт. Посмотрите, как там можно любить, не любить Порошенко. Но посмотрите на его реакцию пять с половиной лет назад, когда сбили в нашем небе малазийский Боинг. Моментальная реакция. Расследование теракта. И это защитило Украину от многих негативных возможных последствий. А что здесь мы имеем? Здесь мы имеем то, что буквально через там считанные часы после катастрофы украинское посольство в Иране делает заявление, вывешивает на сайт, что это точно не теракт. А вы откуда знаете вообще? Вы кто вообще там? А это точно виновата техническая неисправность. То есть виновата Украина, виноват наш национальный перевозчик Международной авиалинии Украины. Мало того, что это там жизни людей, мало того, что это политика. Но ведь это же еще и авиакомпания огромная, которая платит налоги в государственный бюджет. Которая кормит вот этих вот бездельников из посольства Украины в Иране, которые там сидят и вот эту несут ахинею. Которые их кормят, вот эти пилоты, бортпроводники, некоторые из которых погибли в этой ужасной катастрофе, которых просто убили ракетой. Ну это просто все не укладывается в голову. И где в это время человек, который должен отвечать за международную политику и национальную безопасность страны? Он в Омане, в отеле Ридс Карлтон, где глава СБУ, глава СБУ в Куршевелле. Понятно, что когда говорит Трюдо, Джонсон, Трамп, что у них данные разведки, то им-то проще. Их разведка-то где-то рядом, не в Куршевелле. А Володе-то сложно. Ему, чтобы встретиться с Бакановым, нужно, наверное, полететь в Куршевелле или на лыжах поехать. А билеты-то все раскупили. Понятно, что тяжело. Но это все какое-то полное безумие и полный непрофессионализм и полный, не знаю, какой-то студенческий капустник, а не руководство страны. Что это вообще такое? Никаких реакций, никаких жестких действий. Посмотрите, что до произошло.